И вам привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, с вами поиграем в дико крутую игрушку, которую уже как-то раз я давным-давно у себя на канале проходил под названием Несыть. Я на самом деле не собирался даже её особо проходить, но как оказалось, эта игрушка ещё и обновлялась, и вышла более такая завершённая версия этой игры. Я подумал, почему в неё вновь не поиграть, вспомнить хорошую игру, и всё в таком формате. Поэтому, ребята, если вам эта идея понравится, поддержите лайками, глядишь, может даже вместе, сами её полностью всю пройдём. И ещё я узнал, что есть, оказывается, режим, где можно вдвоём поиграть, может быть, потом вместе свайпить и попробуем поиграть за два огромных червя, пожирающих всё и вся на этом свете, на этой планете. Поэтому лайк обязательно поставь, и будем потом проходить дальше и смотреть, чего оно там да как. И прежде чем мы продолжим, хочу порекомендовать вам реально годный канал Оришкин Плей Геймс. Здесь вы найдёте множество самых разных игр, начиная от Спанч Боба, заканчивая каким-нибудь безумным Максом. Так что здесь есть на что посмотреть. Да и автор канала, ролики и видео достаточно уверены и интересны, так что я думаю, тебе стоит заглянуть. Поэтому ссылочку ещё я оставил на него в описании. У него канал ещё начинающий, но я думаю, что ты можешь ему помочь набрать как можно больше подписчиков. Тем более, что на его количество подписчиков он ведёт реально канал неплохо. Так что в описании всё оставил. Давай, заходи. Ну вот для тех, кто не знает, про что эта игрушка, здесь, в общем-то, суть в том, что мы должны будем выращивать своего червя, который будет выполнять различные задания, либо жрать других существ, выживать среди других существ. В общем, всё в этом формате. Выполнять различные задания. У нас, например, сейчас идёт более тренировочный этап. Мне говорят, как мне набрать наибольшую скорость. Мне нужно двигаться как замейка, и в итоге я, как бы, набираю максимальную скорость. Насколько это возможно. Чем я больше, тем быстрее скорость можно будет и набрать. Так, ну да ладно. Здесь пока самые стандартные этапы. Нам интереснее перейти дальше, потому что дальше должно быть намного всё любопытнее. И здесь потихонечку рассказывают, что вообще происходит. Светлячки пролезли в бокс с красным жуком, мешает им спать. Время позднее они всё светят и светят. Непорядок всех, нужно показать этот бокс только для красных. Хозяйки на заметку. Червь кусает только то, что можно проглотить. Смотрите на жвалы, он раскрывает их, когда рядом есть что урвать. Хорошо. Так, нам нужно будет только светлячков хавать. Остальных, как я понимаю, нам нельзя или можно? Сейчас посмотрим. Если, конечно, в рот не влезет, значит, нужно будет пожрать красных, как говорится. Так, ну, пока потихонечку будем раскачиваться. Я ещё маленький, совсем медленный, ничего толком не могу. Так, ещё выброс кровь адреналина. Так, и чё это? Ага, это позволяет нам замедлиться, если чё. Ну, прикольная тема. Но я вижу, что светлячки гигантские, поэтому я особо-то их и пожрать, видимо, не смогу. Так, а вы мне в рот не влезете тоже. А нет, смотрите, башку могу откусить им, получается. Окей, сейчас им голую подкусую, а потом сожру уже по полной программе. Так, и идите сюда, мои красные букашки. Всё шикарно. Панцирь теперь тоже могу съесть. Всё, хорошо. Чем больше сожжём, тем больше вырастим, конечно. На самом деле, игрушка ещё в разработке находится. Это ещё не полная далеко-игрю версия. Насколько я смотрел, там в будущих версиях можно будет прям вообще это червяка настолько жёстко прокачивать, что у неё там всякие лазеры, пушки и того подобное. Будет экипироваться нашего червя и будет дико любопытно посмотреть, конечно, когда она выйдет. Но выйдет полностью игра только в 2021, насколько я знаю. По крайней мере, так в стиме написано. Так что будем ждать до 2021. Так, червь вырос, стал неповоротливым. Держите стрелку вверх или контрол. Во время скачки повороты станут трещи. Это я знаю, да. Но с поворотами здесь, наверное, самое сложное. Если нужно где-то развернуться, то я вот этот момент пока ещё плохо прочувствую. Но ничего, думаю, со временем до меня допрёт, как это делать правильнее. Так, всё, светлячков теперь могу жрать спокойно. Так что сейчас мы их будем жирать. Так, где там остались последние, ребята? Так, вот это... Да всё ещё, капец, мега огромный светлячок. Я вроде уже и так довольно большой, но всё ещё того не могу сожрать. Так, ладно, уже 46 размер. Если чё, размеры нашего червя можно в цифрах измерять. Понимать, растёт всё же он или нет. Это в верхнем левом углу у нас, получается, находится как раз таки индикатор того, насколько вы большие. Ну, в целом, конечно, и так понятно по миру, если посмотреть, насколько... Насколько же реально огромный червь, можно и так понимать, потому что объекты становятся меньше вокруг нас. И все червячки были для меня недавно гигантские, а сейчас они уже малюсенькие такие. Интересно, можно ли создать червя размером на весь экран? Такое я бы хотел попробовать, и, возможно, в одной из серий. Может, я такое проверну, а может, и сегодня такое получится. Не знаю, как оно там пойдёт у нас дальше, но было бы круто. Так, о, Жек, смотри, мы забыли включить одну кормушку. Так, и чё там? Включай, судя по написанию, сейчас полезут тли. И сейчас там вылезет кто-то другой. А нет, тля реально вылезла. Жек, конечно, подписал не включать, это экспериментальный тли, их рано подавать в боксы. Окей, только чё в них такого, ну ладно. Ух ты, ядрить кого-то. Тысяча гвоздей микроскопом. Белые тли пробрались в нижний бокс и расплодились, то полезет пробираться. Утром записывать нельзя, потому что начинаю просто читать, как будто бы вообще читать не умею. Кажется, кристалл Жеку бы отправить, но он успел куда-то смыться. Хорошо, чтобы не заскучать, забросим бокс, ещё несколько червей, пусть победит самый прожорливый. О, теперь надо будет с конкурентами сражаться. Ясно, понятно. Нужно быстрее набрать большую массу, иначе будут проблемы у меня. Потому что, понятное дело, что выигрывать здесь самый большой. Так, самое время немного попрыгать. Жми shift и ты будешь прыгать, короче. Это понятно, хорошо. Но прыжки мне пока, пока вроде не сильно нужны. Так, мне надо просто успевать пока хотя бы самых ближайших. А вот если будут какие-то чуваки от меня резко удирать, тогда да, возможно прыжок мне понадобится. Или где-то вот надо будет перепрыгнуть врага, как вариант. Там это бы пригодилось. Сейчас пока что просто жру всех и вся. Размеры у меня уже 20-й. Скоро попрут червя. Или уже вылезли? Да, уже вылезли. Вот там, вижу, зелёненький. И придётся теперь с ними ещё возюкаться. Мои конкуренты, блин. Так, иди сюда, зараза. Так, сейчас надо раскачаться только. То есть, не раскачаюсь, то буду медленный. Единственный способ победить вражеского червя, это сожрать у него сегмент, который около башки находится. Если я сжираю, то всё, весь червь, считайте, поглощён. Одного конкурента у меня меньше. Так, ну-ка, брось отсюда. О, ещё одного сожрал. Сейчас их детальки похаваю и стану ещё больше. Так, головёшку тоже сожрать надо. Голова это самая большая часть, её сложнее всего съесть. Поэтому надо кусать что-то рядом находящееся. Вот так вот. Так, ну-ка иди сюда, только не смей мне откусывать хвост. Слушай, ты. Так, я тебе, я тебе покажу сейчас, как черви здесь поживают. Как здесь черви выживают, где они здесь зимуют, да? Так, хорошо, съели всех, прекрасно. Можно, конечно, продолжать уровень, дальше набирать ещё больше массы и тому подобное. Но я пока стараюсь пройти как можно дальше. Ю-ху, в инкубаторе вечеринка. Все вылупляются из яиц. Кто-то становится взрослым, а кто-то праздничным угощением. Продержит 60 секунд, и мы напишем в этом местную газету. О, вы чё, издеваетесь? Я совсем... Он прям сразу на мне будет, что ли, спавниться? Вы чё, издеваетесь? Так, я бежать отсюда планирую. Давай быстрее, маленький червячок. Так, мне нужно подержаться минуту, да? Нужно ли мне вообще жрать кого-то? Это уже отдельный вопрос. Я, по идее, могу просто где-нибудь спрятаться. И жить себе там спокойно целую минуту. Не обязательно же мне именно всех здесь хавать. Хотя я, конечно, попробую, чтобы стать больше. Но, в целом, лучше, конечно, просто избегать конфликтов. Кстати, интересно, червь моего формата будет для меня опасен или нет? Это из моего племени, потому что я вижу, что там одного такого же цвета, как и я. Вроде как бы союзник, но чё-то не хочется проверять, насколько он мне союзник. Вдруг он сейчас быканёт, и мне будет совсем хреново после этого. Так, ну нормально. Я уже минуту здесь спокойно продержусь. Вот, пожалуйста, здесь пожру кого-нибудь. Вот здесь сожру ещё кого-нибудь. И всё. Задача наша будет выполнена. Так, и тебя ещё схаваю. Всё. И ещё вот тебя схаваю. Так, и у нас тем временем минута пройдена. Ну всё, это легко, без проблем вообще, как говорится. Так, пообеда у нас ещё одна. И, ребята, говорю, если игра вам зайдёт, то давайте 3 или 4 тысячи лайков наберём, чтобы её проходить дальше, пройти полностью, и всё в таком формате. Я смотрю, вы неплохо освоились. Настало время показать вам одну специальную технику. Выдастся твоими ещё набор сюрикенов. Ну, почти, я покажу технику резких поворотов, без которого придёт стуга в следующих боксах. Ну-ка, ну-ка. В смысле? О-о-о-о, это кто такие вообще? Нифига себе. Так, клещи. Так, и как? А клещей надо вот так вот скидывать. Так. Не пугайтесь, клещи безобидно. Не разбегается. Стоит почесать спинку. Зажмите стрелку вверх и не раскачивайте червя, не отпуская её. А, ясно. Короче, вот так вот примерно это должно выглядеть. Ага, ну да, смотрите, получается скидывать и также получается тут же сжирать этих клещей. Не пойму только, что клещи делают. Они, типа, меня замедляют или наносят урон мне какой-то, или что, не дают мне расти, возможно. Но, короче, клещей я смахнуть могу. Хочу сожрать для всех остальных уже, которые здесь остались. Сейчас раскачаюсь. Ну, вроде как бы никакого урона они не наносят. Интересно, в чём тогда прикол. Клещи забавно выглядят. Такие золотые клещи какие-то. Забавно у них моделька. Раньше клещей не было, когда я играл, по-моему, ещё в первые части. Когда пират вообще проходил, клещами даже и не пахло вроде как. Поэтому любопытно, любопытно. Так, скидывайтесь, давайте. Какие заразы, они усидчивые. Я пытаюсь их скинуть, и нифига подобного. Может, их надо именно задевать? Шея и мёртвая зона, чтобы очистить, придётся просить прохожих, чтобы использовать защитный экзоскелет в верхней части бокса. Защитный экзоскелет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Звучит интересно. О, так значит, это уже и здесь есть? Нифига себе, вот это, вот это бронечервя можно создать. И ядрить колотить. Это точно тогда уже, вот этого точно не было в тот момент, когда я играл. Круто, защитный экзоскелет. Жалко, он, видимо, не вечный, потому что у него таймер идёт. Скорее всего, он сейчас у нас пропадёт. Да, пропал, всё. Или могу снова экипировать его. Просто надо... А, у него перезарядка какая-то идёт, и вот пока идёт перезарядка, нужно решать. А, всё понял. Клеща, получается, нужно именно скидывать с себя. Просто вращаться и врезаться башкой в них. Тогда они скидываются, я могу жрать их дальше. Прикольно. С экзоскелетом, конечно, забавно. Вот хочу ещё сажать вот этих вот огромных личиночей, но... По-моему, эти личиночей могут и меня пожрать в этом уровне. Капец, они огромные. Ну да ладно. Так, давайте на следующий левел посмотрим, что у нас там. Детство прекрасное, зачастую единственная пора в жизни червя. У нас тут свежие выводок. То червь пока в скорлупе, а вот некоторые его братья уже отъедаются. Ваша задача остаться единственным представителем своего поколения. Большой семье клювом не щёлкай. Так, мне бы ещё... Семь червей надо пожрать. Капец, это же надо какую массу-то набрать. А можно сразу чужое яйцо сажать? Не, нельзя. Так. А, то есть... А, свой всё же меня жрать не будет. Хорошо, это уже для меня огромный плюс. Надо именно драться по ходу с другими. Ну, попробуем. Так, пока что моя задача отожраться как можно больше. Здесь надо быть просто самым гигантским. Тогда победа гарантирована. Ну-ка. А, нет, всё же я своих жрать могу. И, значит, своих тоже нужно будет сажать, чтобы здесь, в этом мире, в жестоком, суровом мире червей победить. Так, ещё от одного избавились. И вот этих будем пожрать потихонечку. Так, иди сюда, лакомки мои. Дайте мне вырасти, я слишком мал ещё. О, яйца тоже можно пожрать, забавно. Так, нужно съесть головы здесь. Парочку вот этих вот букашечек. Ещё бошку сожрать. Так, 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 так. Мясо-то всё же получше будет. Так, тихо. Если... Я просто думаю, что бушлички они меньше дают, чем мы сжираем другого червя. С другого червя наверняка дают гораздо больше ресурсов роста. Хотя я, конечно, в абсолюте не уверен в этом явлении. Но почему-то такое ощущение. Всё же другого червя сожрать сложнее, чем простых букашек, которые просто себе бегают и ничего особо не делают. Так, ух ты, смотрите, какой здоровый-то. Так, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Всё понятно, только меня не трогайте, пожалуйста. Я тут тихонечко подъем вас. Хотя он мог мне сейчас так люлей, на самом деле, надавать. О, всё, шикарно. Фастфуд получился. Просто встал мне. Встал нужной стороной ко мне. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Походу я здесь уже близок к тому, что... Ух ты, ядрить-котить. Ладно, я хотел сказать, что я близок к тому, чтобы стать просто царём в этом мире. Но пока что нет. Потому что я увидел, какие там ещё есть огромные чуваки. И они прям капец какие огромные. Так, ну ладно, сейчас вот этого захаваем. Им будет ещё бонус роста у нас. Так, хоп. Блин, ну я тогда хочу какой-то экзоскерет с пушками, который я как-то раз видел. Если такое реально есть. Если я смогу червя одеть пушку какую-нибудь, это будет, конечно, офигеть просто как жёстко. Хотелось бы такое попробовать. Так, ну ладно. Сейчас этих захаваем. И вот там наверху остался ещё тот самый мега червь. Самый большой в этом уровне, в этом раунде. Надо его превзойти, конечно. Так что давайте сейчас я ещё захаваю несколько малюток по пути. И вырастим с вами ещё на сегмент, да? Так, на 2-3 сегмента получилось. Так, ещё на сегмент. А теперь можно, например, за хвост его куснуть, как вариант. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сейчас тебя буду подъедать. Всё, шикарно. Я единственный, кто здесь остался, сожрал всех остальных. Ну вот, делиться едой стало не с кем. И еды стало меньше. Для нас, знаете, еды не напасёшься. Если мы так быстро будем сжаривать всех, то скоро нас придётся изгонять, потому что мы будем слишком прожорливыми, как вариант. Но, короче, размера я достиг прям такого нормального, да? Прям огромный червь у нас получился. Это не может не радовать меня. Так, ну ладно, давайте тогда на следующий уровень пойдём. Что ж, сезон охоты на червей открыт. Для справки, зелёные черви безобидны, чёрные опасны, если встаёшь между ними и их едой. Красные агрессивные едят в основном других червей. Зелёные, то есть вообще самые безобидные. Чёрные только рядом с едой. Ага, а я здесь красный, то есть я вообще всех жрать должен. Так, окей, настало время жрать кого-нибудь. Так, а эти только агрессивные, когда встаю рядом с их едой. То есть так-то они вообще не бычат особо. Так, иди сюда, да блин, чё я тебе хвост не могу отчекрыжить-то? Так, ну-ка, о, всё шикарно! Ну-ка не жри меня, зараза! Взял меня, пожрал, блин, удалил мне несколько сегментов. Ладно, пора валить отсюда, короче. Буду жрать зелёных, судя по всему, потому что зелёные, они вообще атаковать не могут. Они ничего мне не сделают. Вот чёрные могут, блин, откусить мне опять хвост, и я опять стал маленьким. Маленький передвигаться капец сложно. Но он самый медленный. Так, ну, короче, меня тут сожрали. Давайте ещё разок, а то я потерял много сегментов сразу. Так, о, вот так вот и надо начинать! Так, жрать друг друга просто со старта. Ладно, пора валить, пора валить, пора валить, пора что-то жрать. Ну-ка жвалы откроешь, откроешь, значит, сожрём. Так, а может зелёного сожрать тогда? Если дают возможность пожрать немножко зелёного, почему бы не пожрать зелёного? А может сожрать зелёного вообще получится? Не, пока не получится, мешает мне. Так, вот, зато вот этого червячка можно подъесть. Кого ещё можно съесть? Надо зелёных искать, блин, зелёные. Самая для меня халява! Вы чё издеваетесь, какого хрена здесь ты вылез-то? Взял меня просто протаранило сквозь. И всё, пиши пропало. Кстати, ещё можно жучков ловить летающих, но это немножечко сложновато. Как я понимаю, потому что нужно именно прыгать на них. Так, не забывайте про адреналин. Адреналин я помню, но, как понимаете, адреналин не всегда мне может помочь. Вещь сегодня хорошая, но не то чтобы она работает абсолютно прекрасно и всегда может мне помочь. Так, ну-ка, дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Всё, хотя бы чуть-чуть надкусил. Уже хорошо. Так, надо искать зелёных. Жалко... А нет, нарисованные. Я сначала думал, жалко, на карте никак не отображается. На деле, если присмотреться, то видно, что всё-всё-всё здесь есть. Всё в нашем доступе. Вот-то-то-то-то-то-то. Да куда ты тут, зараза-то? Да я тебя сожру хотя бы уж в отмеску-то, если уж ты мне так мешаешься. Я вот 12-го всего лишь роста. Я капец какой маленький. Для того, чтобы заявлять этому миру, что ты суровый, надо как минимум где-нибудь 20 иметь, я думаю. Так, 20-20 роста. Так, это сожрал. До этого пока всё ещё не могу поглотить. Всё ещё для меня, для моих жвал, для моих червя он не объятен. Хотя вот чуть-чуть ещё могу надкусить, но явно всё ещё не хватает. Так, ну-ка. Ладно, иди живи, может ты наберёшь больше массы, и я после этого его сожру. Как вариант. О, тут ещё один зелёный есть. Ну-ка, тебя я смогу съесть полностью. Отлично, всё этого я съел. Так, дальше кто у нас ещё есть? Вот жук-носорог тоже съедобен. Ну-ка, ух ты. Так, ладно, я, пожалуй, лучше свалю. Не очень-то хочется мне сейчас взрываться в бой. Я ещё хочу подрасти, ещё хочу съесть зелёного, потому что я его не доел в прошлый раз. У него тут паника какая-то началась, судя по всему. Потому что он просто круги нарезает, даже ничего не делает. Так, и дальше вопрос уже с большими друзьями. Вот этими вот огромными червями. Просто надо вот как-то от них ещё избавляться. Но для начала надо сожрать ещё несколько червей. Ух ты, здорово, братан. Вкусный ты, однако, а? Так, свой вид всегда вкуснее, да? Или нет? Как это может быть? Кстати говоря, я попробую по поводу Куадово. Да в смысле ты охренел, что ли? Пошёл ты нафиг отсюда! Взял! Он ещё и сожрал меня, серьёзно? Вот это он просто... А-а-а! Как я его теперь ненавижу! Какой он жопошник-то и ты жопошник! Как он удачно подвернулся просто и сожрал мои части! Я там даже ничего сделать-то не смогу. Просто паровоз прошёлся по мне такой и всё. Здравствуйте, просто приехали-приплыли. Ну да ладно. Да, я хотел сказать кодовое слово. Сегодня кодовое слово это Червь. Так что пиши Червь, получишь от меня лайк. Такая вот у нас есть система, если вдруг вы ещё не знали. Если ещё, кстати, ещё хотел сказать, что у меня есть Дискорд. А можете зайти в мой дискорд, в описании все ссылки оставил Там нас в МНК сыграют и во все остальное Кому это все интересно Или новости За новостями всякими, следите за мной поболтать Там, конечно, все есть, все в основном в дискорде У меня хотя и телеграмма, и паблик контакта есть Но именно наиболее живое все же общение может сложиться именно у меня в дискорде Так что заглядывайте туда тоже Так, ну че, надо теперь отомстить все же Ну-ка, получится муху сажать? Не, она слишком высоко Хотя мне не дали ачивку за то, что я сажал муху Кстати, если здесь выполнять лечивки, то за них вроде как должны давать хорошие бонусы в будущем Типа, если мы выполняем их, то нам всякие секретные фишки могут открываться Уровни секретные или еще что-то такое Но для этого потребуется найти все эти секреты и все их выполнить Ух ты, прикольно, здесь кто-то просто так сожрал черного и оставил его здесь Просто в этом мире спокойненько лежать Так, во-во-во-во, пошел процесс, все шикарно Плюс еще нямка-хавка Так, размер у меня какой? 20 Ух ты, блин Так, вот этот мне чувак совсем не нравится Поэтому, пожалуй, я надкушу его и пойду валить отсюда Так, вопрос какой? О-о-о, малютка, здорово Так, это хорошо, это прям прекрасно Так, готов еще У нас еда в 31 размер, тем временем у меня есть Ну, надо как-то поквитаться вот с этим чуваком, который тогда мне устроил проблем просто кобздец Да, понятно, что если его преследовать и жрать вот так вот, то это самый эффективный метод, потому что он у него начинает отроски быть маленькими и как раз урезает мне в рот, его потихоньку уменьшается и можно просто вот так вот спокойно его сожрать после этого Главное просто вести преследование, если ты преследуешь, то все будет идеально Так, ну что, вот это червь, конечно, просто посмотрите на его размер Ха-ха-ха Красный, жесткий такой, мощный червь Так, осталось от зелененького избавиться, тоже сожрали его, остался последний у нас там Он, кстати, небольшого размера, потому что по миникарте видно, что он не такой огромный, как бы мог быть Так что просто пойдем за ним и сейчас его сожрем Что нам еще делать-то остается? Просто сейчас нямкинем его один разок Все, бинч, сразу через... Сразу просто полностью его пожрал, вообще изично Так, ну и что у нас будет в следующем? О следующем уровне Пожалуй, хватит насилия, устроим соревнования на скорость Выиграет тот, кто первым проходит два круга Круг это пять чекпоинтов, которые нужно активировать один за другим Кстати, чем черт длиннее, тем быстрее он ползет Готовы ждать вас хотя бы второго места На старт, внимание, марш А я не могу других жрать, чтобы стать больше, как вариант Так, ага, еще и прыжки здесь Хорошо, с прыжками тоже А, вот здесь уже есть кого подъесть Так что, в принципе, есть возможность у нас Стать немножко больше Но жалко, я не могу хвост другого сожрать Если бы я так мог, вот это было бы, да Так, ну пока что мы вдвоем тут вроде на первых местах К сожалению, пока что обогнать вот того друга не могу Так, что ты не мешаешь? Финиш вообще в другой стороне, эй Короче, ясно, что ты до обгоночки пошел Но, ребята, я думаю, что на этом можно пока что подытожить Поэтому, ребята, если игра вам понравится Если захочется увидеть продолжение, поддержите лайками Если будет 3 или 4 тысячи лайков, то обязательно будем продолжать Поэтому лайк обязательно поставь Также подписывайтесь на канал, нажимай на колокольчик С тобой был Кристалл Скоро увидимся, удачи и пока Пока